спар магазин небольшой обзорчик у нас с вами посмотрим что там необычное есть вот есть какие-то чипсы непонятные за 130 рублей здесь вот сухофрукты мюсли орехи семечки коллекции целая он довольно маленький такой находится далеко на крайне почти он кстати вот это здание смотри влачить ли от рекламы я не знаю я как-то футболе какой-то сперта женщин какой-то сквер мы пришли мужа сходили в пиццерию сегодня мы отпраздновали приходится завтра 23 февраля я у нас да мы отправили сегодня 14 пока что февраля 23 мм попозже вот сходили пиццерию покушали там я тоже вам поснимала его сейчас набрели набрели вот на другое два года назад я думаю покрасить вот пусть можно попросить попросить деревья там смотри в ряд стоят деревья там гонка на другое так внутри так Только не сморкайте, подожди. Сейчас мы прямо на самой окраине в Самаре, в Самаре на самой окраине находимся, со своего района прям далеко-далеко уехали. Тут конечно же церковь прекрасная, тут скользко, я сейчас буду падать. Знаете, наверно, если бы я падала, это было бы знаете как? Отойди. Это было бы вот так, да Женька, ну Женька, ну иди сюда, толкну, ты думаешь, я тебя буду толкать, а давай еще ты шлепнешься, это будет вообще, это будет шикарно, если бы Женька шлепнулся, он, кстати, ты когда подскользнулся сегодня, что ли, я уже забыла, мы уже столько сегодня обошли, так покушали, так хорошо, здесь вот парки так красиво, вчера был туман, вот не знаю, это выйдет все одним роликом или нет, смотри, вон там дерево какое, Женька. Какими оно прям красивое. Курты у нее бегают, а она каждый день едет и кормит. Если ты завяжешь там за коров, там гусей, кроликов, ты не сможешь. Вот мы сейчас с Женькой рассуждаем про уже старость, ну подожди, не для всех, ну люди чтобы знали, потому что вот я Женьке говорю, я хочу старости жить в деревне, я бы хотела действительно молочко, там корову может я завела бы там барашков, барашков, ну надолго-то мне и не надо в Самару ехать, барашков завела бы, одеялки бы делала, плела бы там что-нибудь, может быть это, вот мы размышляем, как будет лучше, что почем будет стоить, что купить, как это. Что там в Роздуль, там рядом деревня Степана Разня, Степан Разня, деревня, люди-то живут. Ну деревня у вас опять нет магазина, понимаешь, магазин где у вас там? Да вот надо спросить у Степана Разня, который желтый просто. У вас маленький магазинчик вот этот открылся, если будет затопление, не три дня, но неделя-две он, в прошлый раз Валик достал, застрял надолго, понимаешь, надолго он застрял, не три дня, Жень, больше было, в прошлый раз был очень много, максимум неделя, неделя как минимум была, потому что я помню, долго, несколько раз я помню, я спрашиваю, там хоть мужик застрял, а там мужика еда была, вот ему еще повезло, что еда была, а там получается как остров на острове шли как застрял, раз он даже на машине смог уехать, смотри, красят ее, видишь, купол-то уже, какой красивый, надо приехать сюда попозже, когда он уже полностью покрасит сейчас, что он кирпически сидит, не знаю, что, не знаю, там люди живут, зимой в разгоне, но когда приезжаем у некоторых из труб дым идет, ну и там живут, что там, поставил печку на бане есть, мыться всегда можно, а, ну да, кстати, баня у вас там есть, туалет, знаешь, всегда можно выключить, выключить, скажу, выключить, за домик сходить, на снежок сядешь, туалет выключить, ну тогда я скажу, ты не укладывай, все, вот мы рассуждаем про пенсию нашу, где мы будем, если доживем, сейчас, вот и было бы правильно, допустим, а вот эту дачу, которую, допустим, у нас раздали, ее хоп, там под доме, тем более она близко от отрадного, на автобусто ездить не надо, на машину, машина не нужна, чтобы она добираться, ну почему дачи-то надо вообще до дачи еще добраться у вас, да там четверка ходит, четверка ходит, четверка ходит круглый год, зимой и летом, плюс туда некоторые налоги выбираются, рюкзак на плечи, туда консервы, еды, и поехали. А ты собираешься консервами питаться, что ли? Ну я, к примеру, но не обязательно консервами ходил, гречки туда накидал, рис накидал, воду где ты будешь брать? А будет ли течь вода около охранника зимой? А как она сюда течет, там охранник живет? Нет, может, он зимой-то не особо там живет. Да живет он там, например. Ну а как, она не замерзает, что ли, вода с крана-то? Я не знаю. Текет ли она там, не текет? Ну в любом случае, чтобы туда добраться, там денег много не надо. Мне кажется, из Самары ехать, это на то, на то и выходит. Если говорить в Атрадном, поселимся вот так вот, к примеру. Старенькие люди, поселимся в Атрадном. У нас и дачный домик рядом, считай, как деревенский. Театрадный город, там все дешево. Да там цены такие же. Конечно. Проезд дешевле. В Москве даже, говорят, такие же цены, как в Самаре. Смотришь, вот у многих блогеров, смотришь, цены такие же. Другие города, цены такие. Вот в Белоруссии, да, у них там с нашими деньгами надо ехать в Белоруссию жить. Вот там, да. 2 рубля, 3 рубля, 8 рублей шампунь стоит. А у нас там 80, а у них 8. То есть у нас зарплата 30 тысяч. У них что, 30 рублей, что ли? Или 300? Или тысячи. Смотри, давай там пройдем. Да, мы все гуляем. Да, мы все гуляем. Да, мы все гуляем. Да, мы все гуляем. Красивый парк. Да, сюда. Жyw. О, смотри, какие серёжечки, Жень, смотри, какая красота Пойдём на дорогу, выйдем Подожди 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 Мы с тобой шли, и ты там. Он позирует, как будто мы сели там все-таки. Спасибо.